Вы можете взять Библию с собой, открыть, Псалом 50-й, если у кого Украинская Библия или другая, там может быть 51-й. И вопрос я поставил, о ком этот Псалом? О ком? О ком речь идет? Или там, конечно, и не скрывается, там первые стихи, которые только мы раскрываем этот Псалом, как сразу написано начальнику хора, Псалом Давида, это его Псалом, он автор этого Псалма. И там описывает даже ситуацию, что это за ситуация была. Это когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел в Персак. Это история, думаю, многим известно, но стоит вспоминать такую самую историю, я думаю, что стоит, и я хочу немножко именно эту историю прочитать из 2-я книга царств, 12-я глава, с 1-го по 7-й стих там вот такие слова звучат. «Кто послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую, и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала. И было для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафану Давиду, «Ты тот человек». 13 стих. И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». Я не знаю, кто мог бы подумать, что эта история произошла уже 3000 лет назад. В прошлом для чего ее вспоминать? И стоит ли вспоминать? Теперь хочется все-таки подетальнее разглядеть эту песню, посмотреть в текст, в самосодержание. Можем даже загибать пальцы, если у нас хватит их, на то, чтобы разглядеть и пересчитать. Всех участников этой истории, о ком здесь речь идет, и только ли шли о Давиде. Мы найдем, что эта история, она о таком замалчивании слух Давида, которые молча способствовали греху своего босса. А теперь хотелось бы просто не лишь анонсировать, или говорить о том, что было, а именно каждый сам себе. Что у нас бывает, когда мы видим кого-то, когда мы замечаем за кем-то, а он близок, возможно, нам, а может быть, он там какой-то нам авторитет, а может быть, он для нас, ну, что-то значил или значит. И мы замечаем, что не туда, что-то не туда. Какая наша реакция? Мы можем, знаете, моя хата с краю, и я ничего не знаю. Мы можем занять такую позицию, а что мне больше нужно, чем другим? Знаете, по-разному мы можем относиться к тому, как мы относимся. Это история начальника войска, который был готов коварно пожертвовать одними из самых таких смелых и надежных офицеров, потому что должность и добрые отношения с шефом были важнее справедливости и законности. Как мы? Никогда ли никого не подставляли? Не случалось ли у нас в жизни такого? Эта история о женщине, которой не хватило эмоциональной близости со своим мужем, она пошла на компромисс со своей совестью и брачным заветом, согласилась на измену, которая понимала силу этого греха и использовала его как способ завоевать чужое, не свое. А теперь, как у нас, имея законного мужа, законную жену, никогда не фантазировали что-то, и не присматривались куда-то. Это тоже важно. Эта история описана там, а для нас хотелось бы, чтобы мы обратили и на это внимание. Это история о верном офицере, которому уважение со братьев и слава Богу назначила больше, чем личное удовольствие и близость с собственной незаконной женой. и его звали, вы помните как, Урия. Он был верным, верным службе своей, верным господину, верным во всем. Но вот так оказалась эта история, что есть и так. Это история человека власти, который свое положение и статус использовал для удовлетворения своих собственных богатей, что можно было. И никто не мог что-то сказать вопреки. Эта история о том, что для греха все возрасты покорны. Нет разницы возраст, года. Это очень хотелось бы, чтобы мы взяли во внимание. Эта история о том, что не существует такой духовной высоты, на которую человек может подняться, из которой нельзя упасть. Он гарантирован. Он застрахован. Я уже не боюсь. Я уже епископ, или я там какой-то служитель духовный, видение вижу, или пророчество. Это ничто не гарантирует падения, что не можно с той высоты упасть. Это такая важная даже история для каждого из нас сегодня. Это история о том, что победы прошлого не гарантия защиты от внешних поражений. Можно было в прошлом иметь победы, можно валиться прошлым. И я помню выражение Давида Вилкарсона, когда он говорил, что у меня в зале сидят первые раби, все занятые людьми, бывшими, которые бывшие были. И они рвутся и хотят очень за кафедру. Они хотят свидетельств, они полно свидетельств. Но я не даю им возможности, потому что я хочу слышать свидетельство, что у тебя сегодня, а не то, что было, бывшее, что было. Люди хвалятся тем, другой раз аппетитно хвалятся. Он говорит, мне хотелось бы, а что сегодня? Какое состояние именно твое сегодня? Это история о том, что если мы живем не в соответствии с жизненной миссией или призванием Божьим, это трагически не только для себя, но и для окружающих. Это поражает церковь, это оскорбляет Господа, это оскорбление для всех, когда я вот где-то там позволил себе, подумал по мне, возомнил что-то о себе. Оно может вот так отразиться. Это история о том, как незанятость, когда люди не заняты каким-то делом или неправильное расписание дня делает тебя слабым перед лицом соблазном. Мы можем думать, что да, да, другие апостолы. Знаете, как Петр сказал, если и все, они да, они могут, но не я, Господи, я, что, я готов на все. Это история о том, что мы не были уверены настолько. Это история о таком неумении прислушаться голосу совести, что надо прислушаться, вот способность как-то откладывать удовольствие на потом, а не сейчас. Это история о человеке, который почти целый год, почти целый год делает вид, что ничего не произошло. Он ходит в церковь, молится Богу, он, может быть, участвует в любопреломлении, он может даже совершенно действовать и думает, что все как бы, ну, так вроде никто не знает, вроде прошло, вроде пронесло. это такая история о том, что не всегда то, что думается, что пронесло, оно действительно так. Это история о глупости, которую мы делаем когда-то, а последствия может пожинать сейчас или после. Мы еще не все знаем. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня просто рассуждая об этом и подумали. Кто-то еще считает, что эта история не о нас, братья и сестры. Возможно, так. Возможно, надо подумать, не я ли Господь? Не я ли Господь? Каждый в этой истории как-то и где-то мог накосячить, мол, где-то что-то не так. И это то, что ставить нас в позицию покаяния. В позицию, что очень важно. Знаете, я, когда проводим беседы, иногда приходится в силу разные беседы и иногда приходится ее отлучать от церкви за поведение недостойное. Я всегда напоминаю, что мы никто не застрахован от того, что завтра может случиться с каждым из нас. Но главное упасть может быть кто. но главное не в падении, а в том, что нужно подняться. Нужно искать. Есть выход. Всегда есть выход. Даже если мы в каком-то падении. Поэтому очень важно сегодня заглядываясь в текст этого псалма, мы можем все-таки совершить покаяние. Если есть, это можно сделать даже сегодня. Это возможно как раз этот тень, как раз этот момент, который Господь хочет видеть наше покаяние. Господь хочет, чтобы мы могли покаяться. Тем более, что вы все видели на экране, вам предстоит в следующее воскресенье участвовать в приобщении крови его и его телу. Мы будем приобщаться, приобщаться. И то, что апостол Павел предупреждал коринфян, почему и что могло быть причиной их болезней, а даже иногда и смерти, это то, что они были недостойны. И недостоинство апостол Павел не скрыл, в чем стояло. Они не рассуждали о теле Господе. Не рассуждали. Они недостойны, потому что не рассуждали, что мы члены тела Христова, мы члены церкви, и это очень важно. Поэтому, если мы сегодня говорим об искренности, мы можем вспоминать свое покаяние. Мы можем даже и другой раз как бы и вид делать покаяние. Но Бог измеряет наше покаяние по искренности. Насколько оно искренно, насколько оно правдиво, наше покаяние пред Господом. И поэтому я, когда вспоминаю, не раз видно, когда мы видим иногда людей выходящих, как хотелось бы, чтобы это было действительно истинное, искренное покаяние, в котором есть какие-то такие отличия. Их можно другой раз даже разглядеть или заметить в разговоре искренностью. Я говорю другой раз, что искренные молитвы не всегда звучат в стенах церкви. Не всегда только в стенах церкви. Искренные молитвы порой бывают горячее и искреннее у стен больниц. Там очень бывает искренно со слезами люди молятся, даже которые и не очень склонны к молитве. Искренно и очень искренно мне приходилось видеть людей, которые молятся в блиндажах и окопах, когда эти огненные стрелы летящие, не знаешь, куда упадут и где, и там не видел. Приходилось просто смотреть, как люди просто кто как мог, кто крестился справа налево, кто слева направо, кто просто Матой Божией читали молитвы, кто просто молитвы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, так, шепчут так в одном, в другом, так вот, смотришь, как люди непритворно, неформально, а просто искренно от души вот так вызывают, просят, каются и молят Бога. Там действительно без лукавства, там самые искренние молитвы, когда смерть заглядывает, там ни стыда, ничего из-за чувства такого, кто-то из-за чувства собственного достоинства, там-то уже далеко никто на это не смотрит. Поэтому хотелось бы очень обратить внимание на истинное покаяние, какого оно есть. Знаете, покаяние – это дыхание духовной жизни. Я не раз говорю о том, когда мы заглядываем в этот 50-й псалом, это первый такой глоток жизни в легкие новорожденного духовного младенства, когда он вдохнул. И тот, кто пережил это, кто совершал его, знает, как это было. Прошлое все. Могли люди говорить, я знаю моменты покаяния в нас, церкви, бывали, когда мы не думали, что этот человек с него что-то будет. Некоторые выходили на покаяние не в трезвом состоянии, и мы думали, это просто алкоголь, это просто что-то такое, но потом они стали служителям церкви. А мы могли, они делали это искренне, хотя даже в таком состоянии. Поэтому искренность это когда человек действительно видит его Господь. Это такой освежающий, оживляющий ветер духовных юношей, которые освежают людей, когда они вновь и вновь видят, где-то осматривают себя и находят. Находят причину для покаяния. Покаяние это как кислород для кормящих мышц духовных мужей веры, которые может быть и думают уже, что они состоявшиеся, уже у них но никому лишнего никогда не было покаяния. И его много не бывает. Это всегда хорошо, когда человек может оглянуться, может всегда найти причину для того, чтобы прийти в покаяние пред Господом, чтобы осмотреть себя. Некоторые моменты, которые хотелось бы отметить, чего нет в искреннем покаянии. Конечно, я, когда на первом потоке говорил, то один из братьев мне немножко сел такой, как бы сказать, подсказку, что лучше бы было, если бы Давид сам пришел, а не Нафан пришел. Конечно, это так. Это, конечно, так. Но, даже тогда, когда людям иногда делаешь замечания, когда иногда видно и что-то хочется подсказать, реакция людей. Знаете, как реагируют люди и как они делают это. Знаете, есть люди, которые никогда не могут увидеть своей вины. Это в семейных отношениях, это в церкви, это иногда в братских даже каких-то коллективах. Когда ты рассуждаешь и видишь, никогда человек не может вот так сказать свою вину. И я помню брата, которому уже никогда. Мы жены спрашивали, он когда-нибудь хоть в жизни раз извинялся, никогда не сказал, что я виноват. Всегда что-то так, как-то так. И когда уже действительно было доведено, что там уже некуда, то что виноват, то его было вот такое покаяние. Ну, как кто не согрешает? Да все же согрешают, все же бывают, со всеми бывают. И все, и оно все равно не так, что вот я. И что в этом искренном покаянии было в Давида, мы видим, что он не отверг упреки. Когда пришел Нафан, он мог это отвергнуть. Он мог сказать, твое дело. Или он мог сказать, да слушай, меня и так без тебя хватает, вот так все кости у меня ноют, мне все терзает, внутри горит, кипит, и ты мне еще пришел добавлять. Ну, разная могла реакция быть. Есть она у людей, разная реакция. Но Давид, мне хотелось бы, чтобы мы обратили на это внимание, чтобы каждый из нас как-то узнал, чего не должно быть в истинном покаянии. Оно случается иногда у нас, и поэтому заглянуть в свое сердце. он не отвергает упрохов, он просто как услышал первые слова его, согрешил я пред Господом. Он не стал говорить, ты откуда, а как ты знал, или что-то другое, искать, Саул, что сказал, когда он уже нарушил, говорит, ну так слушай, ну ладно, но я плохо сделал, но ты хоть перед народом, хоть перед людьми, то не, не, как-то покажи, как-то, знаете, это то, что бывает, вот Каина, когда Бог, сам Господь заговорил, Каин, где брат твой? Помните, какой ответ? Покаялся, сказал, согрешил я, убил, или что? Нет, говорит, а что я, сторож брату моему, что? Знаете, вот такое, в глаза Богу, люди могут даже и так ври, и поэтому очень важно, чтобы мы на это обратили внимание, он не раз гневался на Анафана, он совсем по-другому, он не оправдывал себя обстоятельствами, а мог бы же сказать, что слушай, ну такое, ну такое обстоятельство, ну ты, а ты думаешь, а ты бы удержал себя вот такую картину увидеть, вот так вот, вот и такой соблазн, и все, ну вот что-то мог бы как-то, люди же находят себя, а я, ну а что же, ну вот не взяли меня, был бы я на фронте, взяли меня, но меня не взяли, и вот такое получилось, можно разные обстоятельства подставлять, что вроде бы, то что-то там нам вот так подставилось, что вот я, вот я не смог, и кто его знает, а как бы ты поступил, но это, ну Давид так не стал говорить об этом, поэтому мы понимаем, что, что это, это то, что из, так бы признаки искренного такого покаяния, он не прикладывает вину на других, знаете, что, ну что же ты сделаешь, ну я же, вот такой, она, она вот так повела себя, она соблазнила меня, или, или там, ну, мог бы найти виновных, но слуги даже ничего не сказали, могли бы же меня остановить, ну, Иоа, ну мог бы он же ослушаться и не, и не сделать то, что он сделал с, Урией, он может же не послушать меня, но он же, было время же, Иоау не послушал однажды, когда он сказал за своего сына, вот, и он его пронзил стрелой там на дубе, мог бы же тоже ослушать, но он, но он не ослушался этот раз, то есть, мог бы много причин найти таких, какие-то, на кого-то, кто-то виноват, знаете, когда в моем раздражении, кто виноват, ну кто, те, кто раздражают меня, они всегда виноваты, и зачем они меня раздражают, вот, или, если, скажем, в моем ужделении, кто виноват, тот, кто соблазнил меня, или в моей, скажем, клевете, кто виноват, ну, тот, кто рассказал мне какую-то неправду, я вот взял, да и понес дальше, рассматривайте, это можно найти всегда, всегда выход какой-то, выкручиваться, Давид этого не стал, у него это не стало, он, он не указывал, Давид не умалчивает и не пытается скрыть свою вину, он не думает, как-то его, ну, уже буду, как-то, может, конечно, он мог бы, но он не старался и этого делать, он сразу сказал, согрешил я, и тут же, и тут же услышал ответ, но Господь снял, но Господь, он снял вину твою, просил, и ты не умрешь, знаете, вот это то, что бывает с искренностью, с тем, который искренен пред Господом, с искренним, Библия говорит, ты поступаешь искренно, с лукавым, по лукавству его, хотелось бы обратить также внимание на четыре особых просьбы Давида, которые, вот, он, он изложил их пред Господом, он выразил это в песне, я хочу, чтобы мы обратили внимание, братья и сестры, на первые слова, которые он сказал, что начальник ухора, это не то, что там где-то в углу, перед Нафаном, я так исповедался, покаялся, или даже не пошел к своему служителю, а где-то поехал подальше, чтобы никто не знал, он этого не стал делать, перед кем-то другим, он просто, перед всей публикой, начальнику ухора, спой, спой, а мне все это, спой, прямо для всех, я сделал плохо, я поступил плохо, и сложил этот текст, и выложил его в текст, и первая просьба, которую он просил, которой он нуждался, это милость, просто просит, третий стих, помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрох Твоих, и сгладь беззаконие мои, знаете, взгляд на милость, это целебно для глаз, когда люди смотрят, когда ожидают милости, мы понимаем, что такое милость, милость это то, чего я не заслуживаю, то есть Давид понимает, я его не достоин, мне это не надлежит, я не заслужил этого, но я надеюсь, но я прошу Тебя, прояви это ко мне, это милость, это то, что мы не можем ни заслужить, ни заработать, ни каким-то образом как-то подкупиться, это просто вот так, Бог милости, Бог дает, и поэтому Нахван и выразился, да, Господь прощает тебе грех твой, и ты не... Он понимал, что грех порождает смерть, так мы читаем в Слове Божьем, что похоть, она рождает грех, а грех рождает смерть, поэтому он понимал, что ему одно стоит смерть, но милость, милость, которую он понимал, он знал, он читал это из Библии, и когда он знал закон Божий, то он знал это местописание, здесь вот 34 глава 6-7 стих, и пришел Господь пред ним, прошел Господь пред ним, говоря, Господь, Господь, Бог милосердный и ласков, он нескор на гнев, много милостив и верен, хранящий милость до тысячи, прощает беззаконие преступления и грехи, не оставляющий ничего без наказания, наказывающий вину отцов, детях и внуков до третьего и четвертого поколения, но Бог много милостив, Он на это имел ударение, и они, конечно, Он дал пример для нас сегодня все, что есть хорошая новость, несмотря на все, что Бог, что, скажем, может человек, куда опуститься, Бог все равно остается много милостив, а Он может миловать, Он может простить и в этот час. Поэтому Он об этом нуждался и просил, чтобы Господь помиловал Его. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, что Он просил в этом же стихе, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоей сгладь беззакония Мои». Знаете, Давид понимал, что у Бога пишется памятная книга о всех боящихся Его. Так написано в книге Малахии. Пред лицом Его боящиеся Господа не говорят друг другу, что Бог пишет протокол. Есть там описано все, каждое. И одно из песен мы пели или поем такое, что за каждое в жизни мгновение, за каждый утерянный час, за мысли, слова и движение ответа потребует с нас. И он это все понимал, что пред лицом его это пишется. И вот у него теперь, это я же пройду к нему, и он уже будет там. И он моляет изгладь, Господи, изгладь эту из книги Твоей. Он может не понимать, как это Бог может сделать. Он может не понимать, что для этого Господу нужно, но сделает это Господь. Изгладь беззакония Мои. Потому что оно просто, это буквально, это то, что, ну, мы понимаем, что не так легко происходит взять и изгладить. Это не то, что на какой-то, там, знаете, глиняной табличке, там можно, да, или на песку, там можно изгладить. А как? В книге жизни и там записаны. Поэтому очень важно, я не знаю, часто ли нам приходится задумываться вообще о том, что там описано о мне, что там записано. Но я всегда напоминаю, есть такие два обмана, чем обмануты бывают христиане. Одно из них, что люди думают, что они найдут там или встретят там какую-то запись, чего я не делал, а оно мне запишется, не запишется. Если я его не делал, если я не сделал то, что должен был сделать, мог бы сделать, и я, да, там может быть будет записано, что я мог бы, я должен был, но я не сделал этого. И оно там не будет записано, как сделано. И второй обман, когда люди думают, что оно не будет записано, то, что я натворил, то, что я наделал, оно там будет. Оно будет там. Если милость не покроет, если Господь не покроет своей милостью, оно там окажется. Поэтому очень важно, чтобы мы просто нуждались в этом, чтобы все-таки это последний суд вселенского такого масштаба, где миллиарды людей предстанут перед Господом. И Библия говорит, там раскроются книги, книги жизни. Там раскроются книги, и каждый, чья-то и наша, и моя, и моя, и каждого из нас. И как хочется, как хочется, чтобы там все хорошее было. Как хочется, чтобы там много, что было истерто, изглажено, изгладь Господи, просто изгладь его, как-то, чтобы там не было того, что допустил я, что пришлось, может быть, в жизни допуститься, чтобы он там не было. И как хочется, чтобы там записано было хорошее что-то. Я всегда вспоминаю одну свадьбу, я всегда вожу эту пример, когда я просто был ведущим на свадьбе, я дал такую, раздал бумажки всем присутствующим в зале, гостям, и попросил, напишите, пожалуйста, кого вы знаете из нашей деревьи, из нашего села, кого вы знаете, что они живут примерно, их можно взять примерно. Ну и люди разных написали, кто-то один, кто-то для кого-то примером был, они написали разных людей, и мне эти записки все передали, я уже имел эти записки, и мне было интересно, когда я взял, подошли ко мне служители и спросят, говорят, слушай, посмотрите, я там есть? Нет там, ну, мне хоть кто-то записал там, или, и так хотелось, знай, знай, когда хорошее что-то, что есть ли я там? И одна из песен так и звучит, вот скажи, Бог мой сам, я записан ли там, в книге Вечного Царства, я записан ли там, как хотелось бы, чтобы все-таки это было, чтобы там было хорошее что-то записанное и о нас. Третье, о чем просил очень Давид Искренно, четвертый стих, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очистения. Многократно омой меня. Знаете, даже не разу, многократно. Знаете, что такое омыть, что такое быть омытым? Знаете, это просто как стирать, как выстирать, как, ну, кто старше, люди, они помнят, как не было машин, как не было, и как стирали это, как проходило, мама моя, как стирала одежду в свое время. Это было такое, я бы сказал, бочка, что ли, вот такая, куда зола насыпали туда, замачивали белье, замачивали одежду и так вот в золе это выбеливали кипятком там, вот потом оно внималось и потом я видел, как мама ходила там к речке или к столу и там камень такой и она, камень его, знаете, вот так вот, так надо было бить его, вот это, вот это, трепнуть его, выполаскивать, чтобы это, и вот Давид, он согласился на этот процесс, Господь, тряхни меня, ударяй, бей, мне, что хочешь, только, только омой меня, омой меня, потому что, что я грязный, я, я не так поступил, я не туда, повелся, очисти меня, и это важно, что у Давида это было желание, чтобы все такие, пусть Бог разным способом, но совершит дело очищения, не такое, омой меня, это то, что так важно для каждого христианина, и четвертая просьба, которую он имел, здесь же, она подобна, но, говорит, многократно, омой меня от беззакония, и от греха моего, очисти меня, вроде тоже, но немножко другое, очищение, знаете, тогда здесь сразу приходит в память люди, которые были прокажены, люди, которые были нечисты, от разного прикосновения, люди, которые были нечисты, от разных, разных нечистот, и они, особенно прокаженные люди, им священник посмотрел, сказал, все, нечист, и он знал свою судьбу, ему надо идти за стан, ему надо идти где-то в сторону, и там находиться, за городом, находиться в уединении, находиться в таком месте, где куда, могут принести тебе кушать, и уже назад даже посуду, не могли брать все нечистое, и вот я нахожусь в таком положении, кто-то проходящее идет, я должен кричать сам, нечист, нечист, не подходи, нечист, это такое состояние, пережил Давид в свое время, он просто нуждался, он просто просил, Господи, очисти меня, очисти, и я себе представляю, этого прокаженного человека, который проходил потом, когда уже что-то стало легче, что-то уже, и вот представьте, он проходил к священнику, священник рассматривает его, и что-то сказать должен, как ожидать должен был этот человек, и услышать слово, чист, знаете, это так было, это так было для него впечатлительно, я имею, пожалуйста, ты имеешь право, имеешь право идти в семью, обратно вернуться, ты имеешь право идти в церковь, ты имеешь право идти в служение, ты имеешь право, ты чист, очистил Господь, это такое облегчение, которое может пережить человек, когда он услышит это слово, очисти, что он чист находится, поэтому очень хотелось бы, сегодня мы будем идти к молитве, я хотел бы очень обратить внимание на некоторые моменты, о чем мы сожалеем, когда у нас бывают какие-то падения, когда у нас бывает что-то не так, о чем сожалеем мы, знаете, приходилось разные, разные разборки, дела, решения принимать, разглядывать разных рангов, даже людей, служителей, и о чем сожалеем мы другой раз, многие сожалеют, что стало известно, вот это самое, не хотелось, как зовут, почти мне хоть перед народом, не озвучивайте, не пусть никто, как-то я, кто его, надо, ну как-то можно, как-то скрыть, как-то затаить, пусть даже уже многие знают, все равно как-то хочется, и другой раз, вот эта проблема, когда, о чем мы жалеем, что узнали другие, или что пострадала твоя репутация, может быть, я уже теперь, уже не так смотреть на меня будут, не так будут принимать меня, или что-либо, это, это наиглавное, братья и сестры, или, если мы сожалеем, что ранили близкого человека, это от счастья хорошо, да, плохо, плохо сделал Давид, но, но все равно, что важнее всего было, это, что он попрал Божью славу, что он, что мы должны сажалить о том, что видел Бог, ведь он же знал, понимал, что Господь видел меня, как я смотрел глазами, куда я смотрел глазами, Господь же видел меня, как я повел себя и в той спальне, и весь, Господь же видел меня, как я писал эту записку, Господь видел все это, и вот это его сожаление было, и он говорит в кратких словах, тебе, тебе единому согрешил я, и пред тобою сделал я, это зло, тебе единому, братья и сестры, вот это то, что мы иногда можем упускать, да, мы можем сожалеть о разных, но главное, что мы дети Божьи, мы дети Божьи, нас Господь призвал, и мы есть таковыми, и сегодня каждый шаг, каждое наше поведение, каждый поступок наш, он оценивается, как на него смотрит Бог, как оно пред Богом, как ему смотреть на это, и очень важно, чтобы мы просто, да, трудно нам, я так понимаю, что мы не, я даже опасаюсь такого состояния, чтобы, оглянув себя, положив руку на сердце, и сказать, да, я уже, ну, а я в порядке, у меня-то все в порядке, мне трудно, так, я другой раз говорю, что каждый раз, когда искренне посмотришь на себя, в зеркале Слова Божьего, и ты найдешь себя, что много, чтобы можно было иначе, можно было и там, и там, и вот это состояние, оно как раз и дает нам, дает нам направление к искренному покаянию, и я помню, пастор, который задали вопрос, как жизнь, обычно такой вопрос банальный, но спрашивает, ну, как жизнь, он говорит, такой ответ мне потом понравился, лучше, чем я заслуживаю, жизнь моя лучше идет, чем я заслуживаю, и я думаю, что многие из нас могли бы так сказать, что действительно лучше нам много, с нами Бог поступает, чем мы этого заслуживаем, и это должно более смирять нас, более нас приводить к такому смирению, ну, и что же делает Бог в ответ на такие покаяния, какая его реакция, когда Бог видит искреннее покаяние, первое, Бог очищает, Он провозглашает чистым, как в случае из прокаженных, Бог просто очищает, и Давид прямо услышал это от Нафана, но Господь снял с тебя вину твою, Господь простил грех твой, и ты не умрешь, он понимал, что грех всегда это то, что ведет сейчас к смерти, но ты не умрешь, и так он, для него это было важно, что Бог очищает, второе, что нуждался, и Давид очень хотел, ожидал этого, радость, спасение твоего, ты его верни мне, Господь, чтобы вот это, пережить ту радость, которую он переживал, когда первый раз покаялся, когда первый раз мы проходили к Богу, и как вот этот момент сладостный, чтобы его переживать вновь, и вновь, если даже было какое-то падение, а мы можем, мы можем, да, мы можем сказать, подожди, Давид, разве грех не обещал тебе радость? Всякий грех иногда обещает радость, когда ты смотрел на женщину, и думал, что это радость, а что потом принесло? Когда ты другой раз первый эстаграмм попробовал, и ты этот грех обещал, но будешь теперь круто, может, ты еще подростком был, и ты первый эстаграмм, и тебе может быть грех обещать, что будет радость, а что потом? Первая сигарета, которую закурил, и ты можешь знать, что это, что принесло, оно принесло большое удовольствие, и наоборот, украло всякую радость, и дерзновение пред Господом. Поэтому в этот момент очень хотелось бы, чтобы вот этот процесс, что он стирает себе законно, и возвращает лицо свое. Знаете, просто вот так кажется, но само выражение, что он отвращает от греха лицо свое, и на грешника смотрит, и вот это обращение, чтобы Господь обратил лицо свое ко мне. Он нуждался об этом. Знаете, когда благословение, мы переживаем, мы говорим, повторяем другой раз это благословение Аароновой, там мы говорим, что да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе мир. Для еврея очень важно было, что куда лицо, мы могли понимать, как это Бог делает, но он очень понимал, что когда лицо Господне обращено на меня, со мной что-то происходит, происходит хорошее, позитивное. Поэтому я хотел бы, братья и сестры, чтобы, знаете, мы пришли к молитве и просто могли уверенно понимать вместе с пророком Исаии, который сказал, вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, и бросил все грехи мои за грех ребят свой. Вот это то, что может сделать Господь сегодня в этом слушании. Просто, просто изгладить, просто простить и очистить, и главное, все то, как мы это хотим. Понимаем ли мы, что мы призваны благовестовать, понимаем ли мы сегодня себя и чувствуем, хочем ли мы этого, чтобы Господь сегодня, знаете, стер все протоколы у нас, те, что не так, нуждаемся ли мы в этом, хотим ли мы, чтобы Господь изменил природу нашу, чтобы Господь восстановил наш дух и нашу радость и дерзновение, и хотим ли мы иметь причину для славы, для хвалы Богу, чтобы наше сердце прославило Господа, тогда, говорит, я возвещу другим грешникам хвалу Господню, как хвалить Господа. Это то, что важно. И, наконец, хотел бы один пример маленький. Когда-то в общежитии и там, знаете, была такая, общая стиральная, где стиралась большая стиральная машина, и туда все с комнат приносили, стирали свою одежду в общежитии. И заметно было одного парня, который приходил, чем было, почему удивлялось, или странным было в его поведении, что он всегда приходил и свою одежду заматывал в рубашку, завязывал и бросал туда. Потом он вынимал оттуда и получал выстиранную, увы, сушеную одежду, но грязную. Она была завязана, он не хотел ее снать, вот так. Может быть, надо в другой раз прятание, вот это такое, оно не принесет результата хорошего. Искренно, с искрением Господь поступает из страны. Мы можем встать сейчас для молитвы и будем благодарить Бога, молиться Господу, но я хотел бы призвать всяких, кто чувствует, что так важно сегодня было бы вот этот момент милости Божьей и прикосновения у вас есть возможность выйти наперед. Братья-служители здесь, пастора, которые помолятся, которые вместе поддержат вас в молитве, вы можете сегодня просто выйти, кто чувствует себя, что есть возможность, может быть, ни разу не выходили, а у вас есть шанс сегодня выйти и просто уйти другим человеком, уйти омытым, очищенным, прощенным и больше, чтобы не преследовал грех, у вас есть шанс такой выйти наперед, совершить искреннюю молитву. Это не надо озвучивать его в микрофон, но искренне сделав это, Господь даст милость свою. Субтитры создавал DimaTorzok